Всем привет из Ханты-Мансейска! В эфире программа Твое ТВ и рубрика Азбука Профессий. Меня зовут Екатерина Манвелян и я расскажу вам о творческих специальностях и даже попробую себя в них. Поехали! Театры, школы, парки – всё, что нас окружает, создано и спроектировано архитекторами. Профессия существует уже около 3000 лет и до сих пор остаётся востребованной. Сегодня обучит меня тонкостям профессии Ольга Фролова, основательница первой архитектурной школы для детей в Югре. Ольга, чем занимаются современные архитекторы? Современные архитекторы создают абсолютно всё, что нас окружает, начиная от архитектуры, промышленных зданий, заканчивая стульями и автомашинами. Ну, я бы выделила ландшафтный дизайн, поскольку сейчас в России идёт такая масштабная работа по созданию комфортной городской среды. Говорят, что архитектура – это застывшая музыка. Правда ли, что архитекторы могут слышать пространство? Я не буду говорить за всех архитекторов, поскольку у меня музыкальное образование, то прежде всего для меня хорошая архитектура звучит. А как для вас звучит хантамансийск? О, это что-то такое этническое, немножко джаза и обязательно звуки кедра. Вы поступили в лучший архитектурный густ России со второй попытки. Что вам могло не сдаться на пути к своей мечте? У меня был переломный период, как раз когда я очень много трудилась, живя в Москве вот тот год. И я ехала в метро с папкой на коленках, и рядышком со мной сидел дедушка и сказал, что, вы знаете, вы очень счастливый человек, вы занимаетесь искусством. Тот дедушка был для меня как такой знак. Ольга, я хочу исследовать себя в роли архитектора. Вы научите меня? Ну, прямо сейчас. Наверное, нет. Но я расскажу и покажу, с чего начинается путь абитуриента, который хотел бы стать архитектором. Давайте. Сейчас многие говорят о том, что нужно стать архитектором в своей жизни. Кто это и как вообще этого можно достичь? Смысл самый главный в том, чтобы реализовывать свои задумки и идеи. Потому что самое главное, чему я научилась, это как ловить мечты и образы в воздухе, через себя пропускать, укладывать их на бумаги, а потом выходить на площадку и реализовывать. Как развить свои творческие способности, если они были подавлены в детстве? Что касается архитектуры, то абсолютно каждый ребенок всегда проходил через песочницу. Тема и история созидательства действительно в каждом человеке есть с рождения. Сейчас очень активно развивается компьютерная техника и искусственный интеллект. Смогут ли технологии заменить архитекторов? Архитектор – это та будущая профессия, которая будет востребована с каждым годом все больше и больше. Придумывать и одухотворять материю все-таки может действительно человек. В неких направлениях проектирования можно использовать, но все-таки глобально всем этим будем руководить 100% архитектор. Можно попробовать вот этот карандаш, может быть, будет удобнее. Мне кажется, дело не в карандаше. Мы не пользуемся линейкой. А я даже с линейкой криво рисую. Нет. Возьмите секунду, да, подумать. Секунду. Секунда прошла. Так. Ничего не изменилось. Я не эволюционировала. Все-таки я задумывалась над тем, что мне еще нужно поработать и не так просто стать архитектором. Мне нужно развивать наблюдательность. Слушайте, отличная идея, потому что прежде всего все начинается с наблюдательностью. Почему ты решила поступить на архитектора? Я еще с раннего детства занималась в художественной школе, а потом встал вопрос, куда же поступать. Архитектор – это человек, который может заниматься творчеством, можно создавать кучу всего экстраординарного. Я всю жизнь рисовала и в какой-то момент увлеклась архитектурой, урбанистикой. И мне очень захотелось изменить архитектуру моего города родного, сделать вклад в развитие России. Мы сейчас не зря, кстати, стоим у этой карты. Мы специально ее создали. Эта карта показывает, как архитектура влияет на развитие всех талантов. Талант – убеждать. Постоянно в работе мы убеждаем своего заказчика, что таким образом нужно принять решение. Талант – познание. Я постоянно ищу и исследую в пространстве. Я никогда не останавливаюсь на каком-то одном шаблонном решении. Мы в нашей команде глубоко убеждены, что архитектура развивает абсолютно все таланты в человеке. Какие мифы о профессии архитектора существуют? Прежде всего, что архитектура – это очень тяжело для девочек. Нет, это давно уже не так, потому что благодаря развитию компьютерной графики и мальчики, девочки абсолютно на равных условиях могут работать. Второй, наверное, миф я бы выделила, что для поступления в архитектурный вуз обязательно требуется художественное образование. Нет, потому что, например, у меня музыкальное образование, и я поступила. Да, нужна подготовка. И третий, наверное, миф – архитектура всегда на нее действует, сила притяжения и вообще законы физики. Сейчас очень круто и очень мощно развивается виртуальная архитектура и архитекторы виртуальной реальности. Там законы притяжения и физики не действуют. Какой карьерный рост возможен у архитектора? Архитектор может пойти в муниципальную службу и стать главным архитектором городом, как когда-то была я. Поэтому разные абсолютные истории. Карьера строится всегда, нужно идти просто на усложнение. Для того, чтобы всегда было интересно работать. Творчество помогает архитектору создавать неповторимые проекты и преображать окружающий мир. Чтобы стать архитектором, необходимо живое воображение, пытливый ум и способность замечать прекрасное. Ребята, о какой профессии вам бы хотелось узнать в следующий раз? Пишите в комментариях нашей группы ВКонтакте. С вами была Екатерина Манвелян, программа «Твоё ТВ» и рубрика «Азбука профессий». Творите, мечтайте, любите. Всем пока-пока!